Меня зовут Рик Реннер, и я нахожусь в Московском парке Победы, который посвящен победе Великой Отечественной войне, ну или, как ее еще называют, Второй мировой войне. Посвящен памяти погибших людей. И здесь представлено оружие, которое использовалось в той войне. Сложно вообразить, представить, сколько людей погибли в этой войне. Почти 29 миллионов. Это ужасная мысль. Чтобы понять масштаб трагедии, нужно представить, что вдруг погибли все жители штата Техас. Примерно столько же людей потерял Советский Союз в годы Второй мировой или Великой Отечественной войны. Советский народ храбро защищал свою родину. Жители СССР понимали, что для преодоления натиска фашизма им нужно хорошо организовать свое сопротивление. Генерал МакАртур сказал удивительные слова об обороне Москвы. Он сказал, что ее защита стала лучшей за всю историю человечества. Таким же образом, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была защищена и не пала под натиск врага, вы должны тщательно планировать свое сопротивление враждебным силам. Нельзя недооценивать всю серьезность ситуации. Вы должны принять решение, что будете использовать духовную артиллерию, будете строить оборонительные сооружения. Вам нужно строить свою жизнь таким образом, чтобы враг не смог найти способа добраться до вас, до вашей семьи, вашего здоровья или бизнеса. Если вы выполните определенные шаги, то сможете защититься от нападений. Именно об этом я хочу сегодня говорить с вами. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я ждал встречи с вами, и сегодня мы сразу обратимся к вопросу о том, как построить оборонительную стену, чтобы враг не смог проникнуть в вашу жизнь. Как я говорил ранее, ваша жизнь представляет огромную ценность. И вы должны сделать все от вас зависящее, чтобы защитить свою жизнь, уберечь свою семью, защитить свою территорию, чтобы дьявол не прокрался на нее и не нанес вам урон. Реальность такова, что он будет пытаться это сделать. Я не хочу, чтобы вы наполнились духом страха. Ведь у нас больше силы, чем у дьявола. Но нам необходимо быть чуткими и понимать, что враг существует и попытается проникнуть в нашу жизнь. Поэтому нужно точно знать, что мы не оставили ему ни одной лазейки, через которую он мог бы пролезть. Мы должны возвести оборонительную стену. Друзья, сегодня я начну давать вам практические советы, как это сделать. Это здравые действия, выполнив которые вы сможете построить надежную крепость вокруг своей жизни. Оборонительную стену. И она затруднит или даже полностью лишит врага возможности проникнуть в ваши личные дела. Это будет очень полезно. Достаньте свою Библию. Приготовьтесь делать записи. Потому что сегодня я убежден, вы получите очень много полезной информации. Еще хочу напомнить о цикле аудиопроповедей «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Мы компонуем материал на основе учений из этих передач с замечательным учебным пособием с полезными примечаниями. Прочту отрывок. В этих материалах мы утверждаем, что трещины в стенах нашей жизни позволяют дьяволу проникнуть внутрь и похитить все самое ценное. Но мы не хотим отдать дьяволу то, что принадлежит нам. И как же важно заделывать все трещины в стенах. Также возводить стену, крепкую, чтобы дьявол не мог проникнуть на территорию. Как это сделать? Какие меры нужно предпринять, чтобы не отдать ему ни пяди вашей земли в личной жизни, семье, здоровье, деньгах, взаимоотношениях. Помните, конечная цель дьявола — полностью уничтожить вас. Но он никогда не сможет проникнуть в вашу жизнь без вашего разрешения, и вы можете не подпустить его к себе. Умение держать оборону убережет вас, и об этом говорится в этом цикле аудиопроповедей. Замечательный цикл и замечательное учебное пособие, которое можно изучать в одиночку или в домашней группе. Этот материал поможет вам научиться применять духовное оружие для победы над врагом. Аудиоцикл наполнен практической информацией о духовном оружии, о том, как облечься во всеоружие Божье, как одолеть дьявола в схватке один на один, и, если он уже пробрался в вашу жизнь, как выдворить его из вашей жизни. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. Сегодня продолжим с того, на чем остановились в прошлой программе. Обратимся к ключевому стиху 1 Петра 5,8. И я прочитаю своих заметок. В 1 Петра 5,8 апостол Петр, старейшина церкви, обращается к своим читателям с такими словами. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Мы подробно разобрали глагол «поглотить», греческое слово «пино». Это слово не означает «есть мясо», его значение «выпивать» или «высасывать соки». Петр говорит нам, «не допустите ошибки, дьявол хочет найти способ проникнуть в вашу жизнь». Каким образом? Он — наш противник. В одной из предыдущих программ мы также рассмотрели это слово. Греческое слово «антидикос». Оно означает «обвинитель», «преследователь», «прокурор». Он действует подобно обвинителю на суде. И что же он делает? Обвинитель находит того, кто в чем-то приступил закон, или нарушил какие-то правила, совершил то, чего делать нельзя. И обвинитель использует это правонарушение, чтобы обвиняемый понес наказание. Так действует дьявол. Он ходит кругами, пристально изучая жизнь человека. Он ищет способа проникнуть внутрь. И если наша жизнь полна святости, посвящения, то все двери закрыты, трещины заделаны, дьявол не получит возможности проникнуть внутрь. Но если мы допускаем оплошность, нарушаем какой-то духовный закон, дьявол получает возможность и использует ее в качестве трещины или лазейки в стене. Подобно юристу, обвинителю, он использует сферу, в которой мы оступились, чтобы войти в нашу жизнь, чтобы обвинить нас и уничтожить нас. Такова его цель. Употребив слово «противник», греческое слово «антидикос», Петр сообщает нам, что дьявол стремится найти законный способ проникнуть к нам. Поэтому, если мы достаточно умны, мы не дадим врагу законного оставания пробраться в нашу жизнь. Мы должны быть крайне бдительны. Мы должны быть серьезными. Поэтому Петр начинает 8 стих 5 главы со слова «трезвитесь», по-гречески «нифа», что означает «мыслите, ясно», «никак неразумный пьяница». Будьте серьезными, не теряйте бдительность. И затем он говорит «бодрствуйте», «имейте серьезный настрой, потому что у вас есть враг, который хочет пробраться внутрь. Вы должны сделать все, чтобы возвести оборонительную стену и быть настороже, чтобы враг не пробрался. И скажу вам честно, я не размышляю о дьяволе дни и ночи напролет, но я отдаю себе отчет, что если не буду жить правильно, то он использует мои ошибки против меня, поэтому я серьезно отношусь к своей жизни и бодрствую. Ведь я не хочу дать дьяволу ни малейшего повода для вторжения. Об этом и говорится в 1 Петра 5,8. Я завершил прошлую программу цитата из послания Акова 4,7. Сегодня я хочу вернуться к этому стиху. Здесь говорится «Итак, покоритесь Богу, противостойте дьяволу и убежит от вас». Слово «покориться» — греческое слово «хупо-тасо», и я прочитаю вам из своих заметок. Оно описывает того, кто подчиняется той или иной власти, кто готов покориться власти в любом контексте. Оно также может означать укрыться за чьей-то спиной, подчиняясь и признавая, что тебе нужна защита. Как я уже говорил, иногда речь идет не о том, чтобы не впустить дьявола в свою жизнь. Бывает, что он уже проник. Бывает, что дьявол уже добрался до семьи, до финансов, до детей. Ему уже удалось вторгнуться в наши отношения и вызвать хаос. Дьявол порой настолько хорошо закрепляется на нашей территории, что мы не в состоянии изгнать его самостоятельно. Поэтому нам нужна сторонняя помощь. Слово «покориться» — конечно же, означает смирение перед Богом. Но нередко, когда мы покоряемся Богу, Бог наставляет нас укрыться за чьей-то спиной. Пусть кто-то за нас помолится, кто-то даст нам совет. Порой в полусражении мы не имеем возможности четко понимать происходящее, и нам нужен тот, кто поможет получить понимание, возьмет нас за руку и поможет выбраться из этой передряги. Для этого требуется смирение перед Богом и смирение перед тем, кто поможет вам, кто будет молиться с вами или за вас. Если у вас нет такого человека, кто мог бы с вами молиться, позвоните нам. Мы помолимся за вас. Мы любим молиться. Мы будем молиться о том, чтобы вы выбрались с поля боя и изгнали врага из своей жизни. Библия говорит нам в Иакова 4.7, что если мы смиряемся перед Богом, то мы занимаем позицию, в которой можем противостоять дьяволу. Слово «противостоять» — греческое слово «антистамии». Означает противодействовать, выступать против чего-либо. Это слово описывает человека, который яростно сопротивляется чему-то, и потому полон решимости сделать все от него зависящее, чтобы успешно сопротивляться чему-то, всячески противодействовать, сдерживать натиск, не поддаваться давлению. Военные прибегали к этому слову, говоря об организованном сопротивлении врагу. Через некоторое время мы вернемся к этому определению. Организованное сопротивление. Иаков продолжает в 7 стихе, говоря «противостоять дьяволу», и тогда он убежит от вас. Противостаньте, он убежит. Это обязательно нужно знать о дьяволе. Если вы ничего не предпримете, он будет наносить вам сокрушительные удары. Он будет набрасываться тут и там. Но знаете, что произойдет тогда, когда вы начнете сопротивляться? Он убежит. Дьявол не знает, что делать, когда верующий сопротивляется и противостоит. Как только вы скажете «все, хватит, с меня хватит, я больше не позволю тебе набрасываться на меня, я заставлю тебя отступить». Библия говорит, что когда вы противостанете, он убежит от вас. А что означает слово «убегать»? Это греческое слово «фиего», которое означает «обратиться в бегство так, чтобы пятки сверкали». «Бежать очень быстро», «совершить побег». Этот глагол использовали, говоря о том, кто спасается бегством, а преступники, которые в ужасе бежали из города или из страны, из того места, где он нарушил закон, потому что он боится наказания. И вот что произойдет. Если вы ничего не предпримете, дьявол нападает. Он будет пытаться отнять у вас веру, будет наносить удары по вашей семье, по вашему здоровью, по вашим убеждениям. Он будет бить, бить, бить. Но Библия говорит, что как только вы скажете «все, с меня хватит», «довольно», и вы покоритесь Богу, греческое слово «хупатасу», попросите помощи, укройтесь за спиной надежного человека, партнера, будете искать защиты в Боге, его людям, а потом начнете противостоять, начнете планировать сопротивление, и скажете врагу «я противостаю тебе». «У меня есть стратегия, я тебя выгоню из своей жизни», то дьявол, опасаясь преследований, убежит. Подобно арестованному преступнику, который понимает, что если он не совершит побег, то его ожидает суровое наказание. Дьявол убежит. Это греческое слово означает, что он пустится на утек со всех ног, аж пятки будут сверкать. Он убежит от вас. Когда вы противостанете ему, окажете должное сопротивление, и это в ваших силах. Так говорит Библия. В конечном итоге дьявол от вас убежит. Но, как я уже сказал, иногда нам требуется помощь. Мы разобрали, что говорится в 1 Петра 5,8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Но послушайте, что сказано в 9 стихе. Этот отрывок мы будем разбирать сегодня. «Противостойте ему твердую верою». Не отвлекайтесь сейчас, потому что это очень важно. «Противостойте ему твердую верою». Глагол «противостоять» — это то же самое слово, которое мы встретили в послании Аква 4,7. Теперь мы видим его в 1 Петра 5,9. «Противостойте ему». То же самое греческое слово «антистами». Я сегодня прочитаю вам его значение. «Противодействовать», «выступать против чего-либо или кого-либо», «следовать стратегии сопротивления», «обеспечить организованное сопротивление». Организованное. Что это? Я еще вернусь к этому. Далее говорится, что противостоять нужно твердую верою. Слово «твердый», греческое слово «стереос», означает «поддерживать или усиливать», «укреплять что-либо». Когда вы укрепляетесь и находите себе поддержку, если соединить значение всех слов в этом стихе, где говорится «противостойте ему твердую верою», вот как можно истолковать. Эта фраза будет звучать следующим образом. «Воспользуйтесь особой стратегией», чтобы противостать врагу. Будьте готовы оказать сопротивление его возможным нападкам. Планируйте свое противостояние. Вы должны сделать все возможное, чтобы укрепиться и утвердиться в вере. Позвольте еще раз прочитать вам мою пояснительную интерпретацию. 1 Петра 5.9 Воспользуйтесь особой стратегией, чтобы противостать врагу. Будьте готовы оказать сопротивление его возможным нападкам. Планируйте свое противостояние. Вы должны сделать все возможное, все от вас зависящее, чтобы укрепиться и утвердиться в вере. Вам не следует относиться к нападению врага, говоря, «Я придумаю что-нибудь, когда на меня нападут». Придумаю позже. Это глупо. Мудрый человек скажет, «Я буду строить свою жизнь таким образом, что даже если враг попытается напасть, я останусь невредимым». Это организованное, спланированное сопротивление в сочетании с укреплением веры. И даже если дьявол попытается подобраться к вам и набросится на вас, его атака не будет успешной, потому что вы заранее спланировали свое сопротивление, которое позволит не подпустить врага близко. В этом большая мудрость. Умный человек будет окружать свою жизнь оборонительной стеной, надежной преградой дьяволу. Вы можете на практике применить рекомендации, которые я вам даю. Приготовьте бумагу, ручку, чтобы записать. Это будут очень полезные практические уроки, которые я прошел на собственном опыте. Семь вещей, которые вы можете делать каждый день. Мы не сможем охватить все семь советов сегодня, поэтому постарайтесь не пропустить наши следующие программы. Сегодня же я расскажу вам о первой из семи рекомендаций, которые позволят укрепить жизнь, утвердиться в вере, возвести преграду, которая не позволит дьяволу проникнуть внутрь. Итак, первое. Готовы? Первое. Каждое утро проводите время в общении с Богом. И я слышу, как многие говорят, «Речь всего лишь о ежедневной молитве, верно?» Вы же хотите защитить свою жизнь от вторжения дьявола. Вы намерены построить оборонительную стену. Тогда именно с этого нужно начинать каждый день, каждое утро, потому что дьявол пытается с первых же минут вмешаться в ваши дела. Достаточно лишь, едва проснувшись, получить одно плохое сообщение на телефон, чтобы день пошел не так. С помощью одного единственного электронного письма с дурными новостями дьявол может начать осаду с первых же минут вашего дня. Ваш муж или жена может стать не с той ноги, а вы неправильно отреагировали на это, и дьявол незамедлительно начинает атаковать с самого начала дня. Очень важно, как начинается день. Поэтому первое, что нужно делать, ежедневно проводить время с Богом по утрам. В Псалме 5.4 Давид написал, «Господи, рано услышь голос мой». Затем он повторяет, «Рано предстану пред тобою». И завершает такими словами, «И буду ожидать». Давид прекрасно знал, что значит подвергаться нападению. У него были враги и дома, и по всему царству. Давид постоянно подвергался нападению внутренних врагов и внешних. И он, как царь, понимал, что проснувшись утром, первым делом нужно возвысить свой голос. Поэтому он и говорит, «Господи, рано услышь голос мой. Рано предстану пред тобою». В английском переводе, «Я рано, рано утром направлю свою молитву к тебе». И, конечно, вместе с молитвой человек направляет к Богу все свои мысли. Потому Давид и сказал, «Я буду ожидать». Я прочитаю своих заметок. Разберем последнюю фразу. «И буду ожидать». Давид знал, что ему необходимо ожидать от Бога каждое утро. Давайте последуем его примеру. Давид был окружен врагами, в своем доме и за его пределами. Испытывал сильнейшее эмоциональное давление. Достаточно прочитать книгу Псалмов, чтобы понять это. И Давид быстро понял, что очень важно начинать день с молитвы и ожидания Бога. В противном случае его ожидали неприятности. То же самое относится к вам и ко мне. Нам нужно принять волевое решение. Прежде чем браться за что-нибудь в наступившем дне, нужно сначала остановиться, поднять свой взор к небесам, направить туда свою молитву. И для этого требуется серьезное посвящение. Если вы последуете моему совету, то вы обретете мир и уверенность. Вы будете знать, что поступаете правильно. И испытаете действие силы, позволяющие преодолеть повседневные тяготы жизни. Если вы не выполните мою рекомендацию, ваши эмоции будут уязвимы. Возможно, вас начнет одолевать беспокойство, появится нервозность, тревога, вам не будет хватать духовной силы. Чтобы поступать, как я советую, вам нужно проснуться на несколько минут раньше обычного. Я ведь не говорю о многочасовом, ежедневном, молитвенном предстоянии или бдении по утрам. Речь идет о самых первых минутах начинающегося дня. Когда вы еще лежите в постели, пусть в этот момент Бог услышит вас. Направьте свой голос к небесам. Взирайте на Бога еще до того, как поднимаетесь с кровати. Посвятите новый день Господу. Начните свой день, провозгласив владычество Иисуса в своей жизни. Поступая так, вы начнете возводить преграду, баррикаду, способную огородить ваши эмоции от дьявольских нападок. Это очень важно. И люди часто спрашивают, «А что вы делаете, Рик?» Я расскажу вам, что я делаю. Когда я просыпаюсь утром, я не отрываю голову от подушки, не направив свои мысли к Господу. Это не значит, что я начинаю ходатайствовать в молитве, лежа в постели. Буду честен с вами, я этого не делаю, но прежде чем подняться с кровати, прежде чем мои ноги коснутся пола, я признаю присутствие Иисуса, Его владычество в моей жизни. Я выражаю свое уважение к Господу. Я говорю Ему, «Господь, это твой день. Я посвящаю его Тебе. Прежде чем я встану сегодня, я уже отдаю этот день Тебе, и я признаю Твое владычество. И прошу Тебя, направь мои ноги, мои мысли. Дай мне свои мысли, Отец, я отдаю это все Тебе. И я ожидаю от Бога». И я твердо решил делать так постоянно. Затем я направляюсь на кухню, наливаю чашку кофе, после этого я сажусь на кресло в гостиной и начинаю читать Библию. Я читаю Библию, и я позволяю Библии прочитать меня. При чтении Божьего Слова я чувствую, как Дух Святой начинает обращаться к моему сердцу. И это очень важный момент. Настолько важный, что я сам себе назначил одно правило, и оно гласит, «Не почитал Библию, не будешь завтракать». Это мое личное правило. Это не библейское предписание, это мое правило. И я понял, что мне нужно читать Слово Божье утром, мне нужно направить свои мысли к небесам, иначе мой день пойдет не так, как надо. Но если я начну утро с молитвы, с чтения Библии, с возведения оборонительных стен, то я обрету защиту и правильно начну новый день. Таково мое правило. Нет Библии, нет завтрака. Я не кладу в рот ни крошки, пока не вложу Божье Слово в свое сердце. Иисус сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божий. Прежде чем вкусить обычную, земную пищу, я насыщаю свой дух Божьим Словом». Это не значит, что нужно проводить по пять часов за чтением Библии каждое утро. Нужно лишь следовать плану чтения Библии или просто погружаться на некоторое время в Божье Слово. Кстати, это очень положительно скажется на вашей христианской жизни. Прочитав Библию, вы ощутите, что поступили правильно. Вы можете сказать, «Но у меня нет плана чтения Библии. Я даже не знаю, что это такое». Напишите нам. Мы пришлем вам ссылку. Мы познакомим вас с замечательным планом чтения Библии. И вы сможете последовать моему совету. К чтению Библии добавьте молитву. Пусть Бог слышит ваш голос каждое утро. Направьте свой взор к Нему. Читайте Слово. Молитесь. И я говорю не о долгих молитвенных часах. Молитва, о которой я говорю, может происходить буквально на ходу. Апостол Павел говорит в Первом Послании эфессалоникийцам 5.17. Молитесь непрестанно. В греческом это повеление звучит так. Молитесь без пауз. И оно призывает нас вести молитвенный образ жизни. Молиться, когда читаем Библию. Молиться и просить Духа Святого говорить с нами. Пусть слова Библии обретут для вас особый смысл. Мужья и жены, молитесь вместе. Молитесь с детьми, пока они еще живут с вами. Мы с Денисом постоянно молились с нашими сыновьями. Молитесь, когда ведете машину. В этом есть определенная мудрость. Молитесь, прежде чем сесть в самолет. Молитесь. Пусть молитва станет образом жизни. Давид сказал в 5-м псалме, 4-м стихе, «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать». Следуя моему совету, вы начнете строить защитную стену в своем разуме, в своих эмоциях. И тогда дьяволу будет невероятно сложно проникнуть в ваш день и в ваши чувства. Ведь именно с этих сфер он начинает свои атаки. Поэтому, возведите стену в этой области своей жизни. Это не позволит дьяволу вторгаться в ваши пределы. Итак, пункт номер один. Каждое утро проводите время с Богом. Наша программа подходит к концу. И в следующий раз мы продолжим говорить о том, как построить оборонительную стену. И я постараюсь дать вам ряд практических советов, как оставаться свободным в своей личной жизни. Мы поговорим о втором пункте из моего списка. Ежедневное насыщение духа из разных источников. Будет очень полезно. Я скоро вернусь. Вы чувствуете, что находитесь под атакой? В ваших отношениях, финансах, здоровье. Библия говорит, что дьявол приходит украсть, убить и погубить. Но Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Не позвольте дьяволу проникнуть в вашу жизнь. И вы сможете одержать победу в каждой сфере. Из этой серии аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» вы узнаете, что ваша жизнь находится под постоянными атаками врага. Эта серия программ доступна в аудиоформате на нашем сайте ignc.org. Не пропустите это специальное предложение и скачайте бесплатно серию аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» на сайте ignc.org. Меня зовут Джол Реннер, и я хочу выразить благодарность всем нашим дорогим партнерам. Ваша поддержка помогает нам заботиться о людях, от которых общество отвернулось. Оказание помощи больным, прикованным к постели, бездомным, сиротам, инвалидам, детям, живущим на улице и заключенным — это одно из основных направлений нашего служения. Прежде всего, мы говорим им о том, что Иисус любит их, и дарим им Евангелие. А еще мы обеспечиваем их основные потребности, и они видят, что Бог на самом деле заботится о них. И все это не было бы возможным без вашей поддержки. Друзья, еще так много людей нуждаются в вашей помощи. Мы предлагаем вам стать нашим партнером уже сегодня. Ваши даяния могут изменить жизнь людей. Нам необходима ваша поддержка. Когда вы жертвуете, это дает нам возможность нести Евангелие не только нашему ближайшему окружению, но даже до краев земли. Каждый из нас вносит свой вклад в эту работу, и прямо сейчас вы можете стать нашим партнером и поддержать наше служение финансово. Ведь помогая нам, вы помогаете другим. Я очень рад, что вы провели со мной время сегодня, и я рассказываю о том, как построить защитную стену вокруг своей жизни. Вы должны защищать свою семью, свои финансы, свое здоровье и своих друзей от нападок дьявола. И когда враг вторгается, он способен нанести серьезный урон. В ваших силах выгнать его вон. Вы можете это сделать. Вы можете дать ему отпор. Так говорится в Библии, в послании Ефесянам 6.11 написано «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Вы можете дать отпор дьяволу и выгнать его из своей жизни. Но будет гораздо лучше, если он вообще не сможет проникнуть в вашу жизнь. Поэтому мы и говорим о том, что нужно быть наготове. И как сказано в 1 Петра 5.8, мы должны бодрствовать, и это очень важно. Я предлагаю цикл аудиопроповедей. «Как не допустить дьявола в свою жизнь, который основан на содержании этой программы». И к нему прилагается учебное пособие, в котором есть обзор греческих терминов и духовных принципов. Этот материал можно изучать самостоятельно или в домашней группе. И я настоятельно рекомендую вам скачать этот замечательный материал бесплатно. Вам необходимо знать о духовном всеоружии. Дьявол реален. И Бог снарядил нас духовным оружием, чтобы мы могли сопротивляться духовному противнику. Это в наших силах. Облекитесь в духовное оружие. Научитесь пользоваться им. Оно у вас уже есть. Но вам нужно знать, как его применять. Позвольте помолиться за вас. Отец, я благодарю Тебя во имя Иисуса за мудрость следовать этим важным советам, чтобы дьявол не мог проникнуть в нашу жизнь. Во имя Иисуса. Аминь. Помните о том, что говорится в книге Екклесиаста 8.4. «Где слово царя, там власть». Пусть сила Слова Божьего высвобождается в вашу жизнь сегодня. Увидимся в следующей программе. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Пастор Рик с нетерпением ждет встречи с вами на следующей неделе. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране. А также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях.